Всем привет, с вами Евген. Сегодня мы разберем очередной, 14-й диалог из фильма «Достучаться до небес». Начинается он на 26-й минуте 54-й секунде и заканчивается на 28-й минуте 4-й секунде. Итак, как обычно, сначала посмотрим фрагмент целиком. Поехали! Ваш целью? Как же это? «Ледер, ситз, гранитур, сон, лакеерон, авто, стерео, радио, CD-Player»! «Ви филе?» «На-ха, вае!» «Ин Азлэнер, вае!» «Азлэнер, вае, вае, вае веще in Deutschland!» «Свяццгглазнг»! «Вои у вас, даме гранитур!» «Вои, азлэнер, вае, 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 вае!» «На-ха, вае, 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 вае!» Теперь разберём по фразе. Как я могу вам помочь? Сколько стоит эта машина? Это 230 SL. 170 л.с. Что стоит эта машина? Сколько стоит эта машина? Такая, как та, которая здесь стоит, да? Так, кожный салон, особая покраска, автомобильное стерео-радио с CD-плеером. Сколько стоит эта машина? Сколько стоит эта машина? Сколько стоит эта машина? Иностранец? Так, а поскольку иностранец будет сложно в Германии? 75 000. Вы хотите нас обмануть? Это поддержанный автомобиль. Сколько стоит эта машина? Сколько стоит эта машина? Но сначала контракт. Абдул! Hast du Geld? Ist egal, zu wenig. Ja, ich auch. Lass uns den Wichser nägeln. Umlegen. Umlegen, 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 autonäme. Hast du Geld? Ist egal, zu wenig. Ich auch. Lass uns den Wichser nägeln. Umlegen. Umlegen, umlegen, umlegen. Autonäme. У тебя есть деньги? Не важно, слишком мало. У меня тоже. Давай мочим этого козла. Замочим. Замочим, замочим. Машину взять. Könnten Sie uns den Wagen bis heute Abend reservieren? Ja, sicher. Könnten Sie uns den Wagen bis heute Abend reservieren? Ja, sicher. Вы могли бы зарезервировать эту машину для нас до сегодняшнего вечера? Да, конечно. Теперь давайте поподробнее разберём этот диалог. Первая фраза. Ja, tak, meine Herren. Ja, как вы знаете, переводится да, но сплошь и рядом используется как разговорная частица. Поэтому я её в первом случае, в литературном варианте, как бы вообще никак не передал. Можно было бы сказать, эй, что-то типа такого. И далее, видите, идёт просто слово tag, день. Но имеется в виду, конечно, guten tag, добрый день. Но в разговорной речи, когда они очень быстро хотят кого-то приветствовать, сплошь и рядом можно услышать, что немец просто говорит tag. Далее. Kann ich was für Sie tun? Wat – это диалектное произнесение. Was имеется в виду. И was, как вы, наверное, знаете, сокращённая форма от etwas. Что-нибудь, что-то. Дословно это будет переводиться «могу ли я для вас что-то сделать». Далее. Was kostet diese Auto? Неправильный немецкий от Абдула. Должно было бы быть dieses Auto. И запомните, можно сказать, сколько стоит, не wie viel kostet, а was kostet. Это вполне стандартное употребление. И дальше, мне кажется, что он говорит И er может относиться к слову der Wagen. Дело в том, что автомобиль по-немецки это либо das Auto, либо der Wagen. Вы знаете точно эту марку Volkswagen. Volk – народ, Wagen – машина, значит народный автомобиль. И здесь он имеет в виду Этот автомобиль – это Mercedes 230-й спорткласс. 170 PS. И под PS подразумевается «Пфердестерка». Пферд – это лошадь, а «стерка» – силы. То есть лошадиных сил. Was die kiste kostet? Hat mein Kollege gefragt. Тоже очень интересная такая реплика. Почему? В первом изначально Абдул задаёт вопрос Was kostet dieses Auto? Was kostet diese Auto? И здесь вопросительный порядок слов, предложение. То есть сначала вопросительное слово, потом сказуемое, потом подлежащее. А здесь, когда Хэнк его цитирует Was die kiste kostet? hat mein Kollege gefragt. Он уже не вопросительное предложение строит, а как бы дополнительное предаточное. Именно поэтому здесь kostet улетает в самый конец. И заметьте, дальше идёт главное предложение, и в этом главном предложении hat стоит как бы на втором месте, потому что первое место занято вот этим передаточным. Ну и die kiste – это тачка, разговорный вариант для машины. Дальше, мне кажется, ничего интересного до вот этого предложения. После weil обычно глагол идёт в конец, но здесь, как вы видите, просто прямой порядок слов. Ausländer haben es schwer in Deutschland. Вы тоже, в принципе, после weil можете давать потом прямой порядок слов, но я бы сказал с одной оговоркой. Вас точно поймут правильно и поймут, что вы знаете немецкую грамматику, если вы после weil выдержите небольшую паузу. То есть если вы скажете так, тогда это будет абсолютно верное предложение. Если же вы всё-таки хотите выпалить это передаточное прям вот единым потоком, то лучше, наверное, всё-таки унести глагол в конец, как по стандарту после weil бывает. Und weil ausländer es schwer in Deutschland haben, fünfundsiebzig tausend. В следующем предложении Wollen sie uns verarschen? Verarschen, да, переводится как обмануть, но verarschen – это более такой грубый глагол. То есть вы что, совсем нас за идиотов держите? Примерно так это можно было бы перевести. Das ist ein gebrauchtwagen, gebraucht – поддержанный. И просто в эту тему немецкий аналог нашего Авито, где можно купить кучу всего поддержанного, это ebay klein anzeigen. Anzeige – это объявление, klein – маленькое, то есть ebay с маленькими частными объявлениями. Я, например, когда был в Берлине, купил таким образом себе там гитару и был абсолютно счастлив, потому что это было очень дёшево, и гитара функционировала нормально, я мог на ней играть. В общем, было просто замечательно. Следующая вещь, которую хотелось бы прокомментировать, это вот это предложение. Und selten teile, he? Filterierier. После fil так и просится сравнительная форма. Filterierier. И видите, когда мы её так написали, именно сравнительную форму, у нас Google перестал её подчёркивать, потому что он после fil ожидает сравнительной формы. Но человек в видео говорит, как говорит, вот так. Мне кажется, хорошо, что когда мы разбираем текст этого фильма, который является очень таким разговорным, очень живым, именно как раз благодаря своим ошибкам, мы на этих ошибках делаем определённый акцент. Чтобы вы понимали, что для того, чтобы звучать реально аутентично, вот как немец, не совсем обязательно. Или я бы сказал, даже в какой-то момент становится вредным говорить слишком правильно. Вот на абсолютно чистом немецком языке. Потому что на абсолютно чистом никто, конечно же, не говорит. Все говорят на каких-то своих диалектах, на каких-то своих и-диалектах. И вы будете сами звучать наиболее аутентично, если вы просто выберете для себя какой-то определённый диалект, который вам ближе. Лучше всего, конечно, диалект той области, где вы реально живёте в Германии. И будете вбирать в себя, как губка, все особенности этого диалекта и будете говорить именно так, как говорят в этой местности. Тогда вы именно с той местностью ассимилируетесь, ассимилируетесь. Если потом когда-нибудь в какое-нибудь другое место переедете, то у вас уже будет вот тот немецкий. И вас реально могут спутать с человеком, который просто вот оттуда родом. Продолжаем тему ошибок. Разберём это предложение. Lass uns den Wichser nägeln. Особый немецкий от Абдула. Глагола nägeln в Дудене, по крайней мере, нет. Зато есть одно очень интересное выражение, о котором я хочу вам рассказать. Выражение звучит так. Я написал вам здесь пример, чтобы вам было понятно, что это «сих», которое в этом выражении, оно ставится в дательный падеж. Дословно переводится очень странно. Я хочу себе эту машину под ноготь сорвать. Мы бы по-русски сказали «Я хочу урвать себе этот автомобиль». То есть это идиоматическое выражение передаёт тот смысл, что мы хотим загробастать себе что-то нелегальным путём. Ну и Хэнки его поправляет. Он говорит «умлегн». «Умлегн» — это «убить кого-то». В общем, такое тоже в очень разговорном контексте. Тот повторяет три раза этот глагол. «Умлегн, умлегн, умлегн». Типа, ты уже достал меня со своими исправлениями. Потом эмоционально говорит «Аутонейме». Поэтому я просто это передаю инфинитивом. Машину взять. И затем последняя фраза на очень вежливом таком немецком с конъюнктивом вторым. «Könnten Sie uns den Wagen bis heute Abend reservieren?» «Не могли бы вы, пожалуйста, зарезервировать нам эту машину до сегодняшнего вечера?» Ну и тот отвечает «Я sicher». И на этом мы закончили. Разбирать этот диалог, если вам было интересно и полезно, ставьте лайк. Если вы занимаетесь немецким языком, то подписывайтесь на мой канал. Будет еще много чего интересного, в том числе и стримы. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание и до скорых встреч. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf Wiedersehen. Bis bald. Всем пока. Пока.